Железная дорога А, блин, про метро-то там позже надо трек вставить В общем, смотрите, мы могли бы запилить ролик про какие-нибудь сапсаны или ласточки Но ежу понятно, что джентльмену интереснее что-нибудь экзотическое Всякие фитюльки, которые, тем не менее, способны передвигаться самостоятельно Эй, ты, фитюлька! Ну ты это все же не очень-то Это дрезина, бензиновая, универсальная, с крановой установкой И как раз с перламутровыми пуговицами Вот это чудо технической мысли мы и обозреем сегодня Берите печенюшки, чисто чай и устраивайтесь поудобнее АГМ автодрезина, грузовая, монтажная Выпускавшаяся, страшно сказать, с 1945 года И догадайтесь до какого? 1997-го! Офигеть! Больше, чем полвека! Удивительно, но за столь длительный период было построено, если верить источникам, всего 350 машин Неужели правда? Эта модель позволит нам в деталях познакомиться с гравицапой Дрезина, кроме уже знакомых букв AGM, имеет индекс U Ну, по типу как Весельчак U Меня зовут Весельчак U Однако это U обозначает улучшенное Старина Хокинг говорила, что любит простые эксперименты и шампанское Мы против шампанского, но уважаем простые конструкции Такие, как это Смотрите, обычная самоходная платформа на двух осях На которой смонтирована кабина и грузоподъемный кран В кабине установлен мотор, пульт водителя и всякие штучки В принципе, убери кабину и кран, и получится простой вагон Кабина люто олдскульная, еще деревянная, с прожекторами на кронштейнах А вы знаете, молодой человек, какой на ней мотор Первые дрезины оснащались двигателем 30-х годов, ЗИС-5, мощностью 45 лошадиных сил А он берет начало от еще более раннего американского мотора Геркулес Эх и красота! На нашей модели, вернее оригинале, стоит более мощный мотор ЗИС-120, мощностью 90 лошадиных сил С ним дрезина могла разгоняться до 63 км в час Передача двигателя к колесным парам была механической От коробки два кардана на каждую ось через редуктор Модификация АГМУ производилась с 1948 года И кабина из деревянной спустя какое-то время была заменена на металлическую Но это уже не трудно Зато кран полумеханизированный С помощью привода двигателя он может поднимать на крюки до тонны груза Поворот крана осуществляется вручную с помощью длинного троса, двух путицев и какой-то матери Движение крановой каретки по крановой балке выполняет вручную помощник машиниста Он тянет цепную передачу через блок и перемещает крановую каретку При этом сам кран полноповоротный, с вылетом стрелы 4,5 метра Использовались такие резины для погрузки, транспортировки и разгрузки грузов Рельсов, шпау, всяких креплений, а также перевозки ремонтно-путевых бригад к месту работ В кабине разрешалось возить до трех пассажиров Но, думается нам, в те годы в кабину набивалось и больше народу Кроме того, эта фитюлька может быть использована в качестве тяговой единицы С максимальной прицепной нагрузкой до 40 тонн на маневрах Или 16 тонн при движении по перегону Понятно, что тепловоз серии 4 Т-130 будет ей не по зубам Машина была настолько сурова, что привод тормозов на ней изначально был также механическим Лишь на модификации 1948 года привод тормозной системы стал пневматическим На базе дрезина АГМУ в дальнейшем была создана дрезина АГМС Скоростная, имеющая скорость перед движением 90 км в час На ней был установлен двигатель ЗИЛ-130 и кран грузоподъемностью 1,8 тонны Уже с электрическим приводом А какие-то поздние дрезины оснащались и гидравлической передачей Джентльмен, наверное, хочет услышать более полные характеристики пациента Извольте Технические характеристики Длина 10 метров 22 сантиметра Колея 1524 миллиметра Конструкционная скорость 63 км в час Минимальный радиус прохождения кривых 60 метров Мощность двигателя 90 лошадиных сил Вместимость бака для топлива 95 литров Служебная масса 10,1 тонны Грузоподъемность при перевозке груза на площадках 5 тонн Грузоподъемность крана 1 тонна Давайте подивимся на основные узлы агрегата Во-первых, передняя упрощенная автосцепка Без ударно поглощающего аппарата Носовая грузовая площадка Радиатор двигателя Кабина Крановая колонка С цепным ручным механизмом перемещения крановой каретки По обеим сторонам от крановой колонки Расположены бензиновые баки По 75 литров каждый В них заливает 80-й бензин с помощью воронки и ржавых канистр Где-то там же должна быть стойка для радиосвязи Задняя грузовая площадка И задняя упрощенная автосцепка По краям площадок и возле кабины расположены малозаметные ролики Они предназначены для перевозки и протаскивания рельсов длиной до 15 метров По низу мы видим коробку реверса От которой два карданных вала идут к осевым редукторам и крутят колесные пары Таким образом резина-то полноприводная А также воздушные резервуары Причем один из них был предназначен специально для тифона Ну и путь очистителей на минималках Надо сказать о положениях стрелы крана Сейчас она развернута в погрузочном положении Для спуска или подъема грузов на заднюю площадку А при движении АГМУ на перегоне Стрелу нужно переводить в поездное положение Вот таким образом В этом положении стрела развернута крюком в сторону передней площадки При этом основная балка находится над кабиной машиниста И должна быть дополнительно зафиксирована специальными стропами-стяжками Для исключения болтанки крана при движении Вот такая технология И снова двоичная смута У входа встает на ребро Бетоном и астмой раздута Зловещие горло метро Фига себе! Ай да метро! Что делать? Подземным жителям тоже хотелось иметь себе такую фитюльку Вот в лаборатории Сандеса запилили андеграунд-версию Гравицапы Как тут не вспомнить старого доброго Максима Мошенюгу Вот послушайте Это архаичная аудиопленка Из его мемуаров неполного собрания сочинений В то время, когда на притихшем Болдер-Сити распростерлась душная летняя полночь Я и мой помощник доктор Сарториус Бодрый днем под гулкими сводами таинственного метродепо имени Бернарда Блие Весело рассуждая о характере новой молоденькой фельдшерицы Мы подходим к канаве мотор рельсового транспорта Там грохочут сразу несколько моторов Различных дрезин и мотовозов В густых сиреневых клубах бензинового угара Мелькает лучи ручных фонарей Суетливо мечутся размытые тени людей Шипит пневматика, звенит металл Это экипажи принимают, проверяют и прогревают свои подвижные единицы Скоро они включат фонари, прожектора, желтые мигалки Пестрым караваном поплывают по блестящим рельсам На ночные пути и скилокна В запутанном лабиринте тоннелей, съездов и оборотных тупиков Из сиреневого тумана выкатывается профессор Гибарян Злющий инструктор под резином и мотовозом Он агрессивно хлопает дипломатом Трясет пачкой приказов и настойчиво тянет нас в дежурку Для предрейсового инструктажа Гибарян – большой любитель поэзии Он заставляет меня наизусть учить тера станции и показания светофоров Я по памяти черчу схему путевого развития станции Старый клуб психиатров, размечая номинования и показания различных светофоров и рассказываю это Гибаряну Он слушает мои рассуждения как сладкоречивую восточную поэму, закрыв глаза и откинув голову на подголовник кресла Медленным поднятием руки он прерывает мой рассказ Старательно пишет запись в формуляр и ставит штемпель в путевой лист Все, теперь мы с помощником можем приступать к приемке АГМУ Мы с Артуриусом выходим к нашей боевой тачанке – двухвостной АГМУшке Ее вес невелик – всего 10 тонн Носовая грузовая площадка – куция, полтора метра в ширину и три метра в длину На ней находится бензиновый двигатель ЗИЛ-130 Солидный бак со сжатым воздухом и упрощенная автосцепка СА-3 Бак, наполненный тремя сотнями литров сжатого воздуха – критически важная вещь в далеком рейсе В спокойных условиях длительная закачка воздуха в главный резервуар и тормозные цилиндры резины Производится с помощью штатного автомобильного компрессора ЗИЛ-130 Его мощность мала и он не может быстро накачать тормозную систему до требуемых двух атмосфер В случае нашего пребывания на ночном окне на дальних перегонах Мы присоединяем штанг к баку и моментально накачиваем тормоза без всякой потери времени На кормовой площадке АГМУ расположен кран и двухтонный бетонный блок, который увеличивает сцепной вес АГМУ Наша легкая торчилка может брать до 5 тонн груза на своей площадке и везти по парковым путям состав весом до 40 тонн Это три двухосные платформы или один метровагон типа ЕЖ Мы, правда, таскали и более тяжелые веса Однажды нам пришлось буксировать по парковым путям четыре сломанных номерных вагона Общим весом до 90 тонн Наша АГМУ едва дышала под перегрузкой, но все-таки затащила состав на ремонтную каналу Пленки с записями последующей сцены оказалось невозможно транскрибировать Из-за какой-то липкой жидкости, попавшей на магнитные головки Тем не менее, в чудовищно искаженных звуках присутствует некая определенная последовательность, показывающая, что в течение последующих двух и более часов Максим Машенега предается воспоминаниям об особенностях эксплуатации настоящей трезины Воспроизводим их фрагменты Немного про управление АГМУ Оно предельно архаично От бензинного ВДВС к колесным парам идет механическая система карданных валов Набор скорости осуществляется с помощью ручки газа и регулируется механической автоматической КПП ЗИЛ-130 Ручка механической коробки очень тугая, втыкается со страшным лязгом Схема переключения передач аналогична ЗИЛ-130 Педаль сцепления с двойным выжимом, синхронизации нет Теперь про тормоза На ГМУ для метрополитена торможение вагонов осуществляется с помощью крана машиниста КМ-13 и вертикального воздуха на номер 337 системы Шавгурицзе Сей воздухан крайне капризен, замерзает зимой и может выйти из строя при постановке крана машиниста в первое положение Для торможения самой резины в качестве локомотивного тормоза применяется прямодействующий тормоз Он очень надежный, может затормозить до 90 тонн прицепного веса Этот тормоз чаще всего применяется для маневров на парковых путях Теперь о подвеске АГМУ Она древняя, как кости мамонта, ибо состоит из эллиптических листовых рессор При движении по рельсовым стыкам АГМУ испытывает резкие удары, что ощутимо бьет по ногам От толчков и ударов противно дребезжать низкие бортики по краям площадки Шатается кран, мотается крюк Теплоизоляции в кабине нет Зимой крайне холодно Сквозняки дуют через щели в сбежных кабинных дверях и через огромные отверстия в полу кабины Так что зимой работать на трезине весьма некомфортно Вот ведь оно как, друзья мои Максим Мышенега наш давний товарищ И смотрите, как он помог нам с этим скромным роликом Ссылку на его интересный и ламповый канал мы оставим в описании Кстати, там проходят и стримы по всяким играм Тоже ламповые и юморные Заходите, будет весело А нам остается сказать, что сия модель в масштабе 1 к 43 Была куплена в весьма интересном интернет-магазине Model Car Ссылка на магазин Model Car будет в описании Хотим спросить джентльмена Как он смотрит на то, чтобы мы сами попробовали построить такую же дрезину Но в большем масштабе И если да, то в каком типоразмере лучше? Напишите в комментах, пожалуйста Выражаем еще раз огромную благодарность Всем тем, кто помог приобрести для обзора эту прекрасную модель Оценивайте ролик лайком или дизом И не забудьте проверить подписку на канал Всем спасибо за просмотр Всем удачи и до новых видео!